Мечты детей с трудной судьбой продолжают сбываться. Сегодня Ёлка желаний помогла стать счастливее 12-летней москвичке Ирине. А в роли Деда Мороза выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Девочка очень хотела сыграть на сцене настоящего театра. И сегодня её пригласили в музыкальный театр имени Натальи Сац. Она познакомилась там с актёрами, а в начале января уже предстанет перед зрителями в одном из спектаклей. Это очень хорошая студия, поэтому она, в общем, человек театральный. Я сама выступаю в театре, но мой театр намного меньше. А этот театр обширный, я узнала много нового. Так как и меньше костюмов у нас в театре, и меньше реквизита. И вообще у меня театр не такой, но я люблю свой театр. А это для меня впервые увидеть за кулиси театра огромного, где выступают люди, и приходят именно настоящие люди, а не родители. И из-за этого мне и понравился этот театр. И с историей, как его придумали, и в честь кого он назван. Это очень интересно. Ёлка о желании помогла исполнить мечту и 16-летней Евгении из Москвы. Её шар с желанием достался главе Минобороны Сергею Шойгу. А мечтала девочка о графическом планшете для рисования. Мне хочется стать художником мультипликации, чтобы показывать свои мультфильмы и разные сериалы. И раньше я рисовала на обычном программе, специальной ручкой для планшета. Спасибо, Сергей Кужугетович, за то, что вы исполнили мою мечту. А 9-летний Марк сегодня смог почувствовать себя настоящим гончаром. Заветное желание мальчика из Ставрополя прочёл министр энергетики Николай Шульгинов и организовал для него мастер-класс по гончарному мастерству. Марк сам сделал кружку, потом её расписали. Я просто потерял до речи, я вообще не мог говорить ничего. Я просто был безумно счастлив. У меня такие вотзы, потому что, ну, еле сдерживаю слёзы. Честно. Почему? Ну, очень приятно, что всё-таки это сбылось моё желание. Ну, а в Татарстане исполнилась новогодняя мечта 12-летнего Данияра из Зеленодольска. Мальчик хотел покататься на настоящей гоночной трассе. И уже сегодня президент республики Рустам Мениханов прокатил ребёнка на КАМАЗе. Победителя ралли Дакар-2020. Мальчик занял место штурмана. Механиком выступил пятикратный победитель Дакара Эдуард Николаев. В Подмосковье на Соборной площади у главного храма Вооружённых сил России